Дети под колесами машин – это еще одна беда, о которой говорят в дни памяти жертв ДТП. Число смертей несовершеннолетних на дорогах выросло, приводит печальную статистику этого года Республиканское управление ГИБДД. Почему путь до школы все чаще превращается для ребенка в непреодолимую полосу препятствий? И что такое жизнь после травмы? Наталья Булат искала ответы. Эти снимки Валентина Хасаева может описать по памяти в точных подробностях. Медикам стало по неволе. 10 октября отправила сына в школу, через 10 минут ей уже позвонили. Я не знаю, кто там, либо он не посмотрел, но очевидцы говорят, что у водителя была, говорит, очень большая скорость и очень большой тормозной путь. И, говорит, очень сильный был удар у ребенка. Улица Революционная – одна из центральных в Баксане. Основная дорога на Исламей. Под стать названием машины по ней несутся. С бешеной скоростью жалуются жители. Знак «Осторожно, дети!» скрыт за листвой. Сотрясение, уши, почки, закрытый перелом бедра. Врачи Руслану Хасаеву вынуждены были поставить спицу. Мальчик не может даже вставать с постели. Родители оформляют обучение на дому. Два года назад статистику детского травматизма начали вести в главном бюро медико-судебной экспертизы. Говорят, ситуация ухудшается. Только в этом году инвалидами из-за аварии на дорогах стали более 30 детей. Инвалидность в результате ДТП у нас попадает под общую инвалидность в результате всех травм, отравлений и внешних воздействий, которые привели к инвалидности. И вот соотношение этой категории у нас получается, что в 2010 году инвалидность по последствиям ДТП составляла 17%, в 2011 был спад около 10%, а на 15 ноября 2012 года уже 24,6% детей стали инвалидами в результате ДТП. Жестокая статистика фиксирует и рост детской смертности. При общем снижении количество аварий пострадавших число погибших несовершеннолетних увеличилось. С начала года ДТП унесли жизни 9 детей, в прошлом году 8. Основные причины – превышение скорости, выезд на встречку, несоблюдение очередности проезда, переход дороги в неположенном месте. ГАИ в последнее время вынуждены проводить рейды точечно за 5-6 часов, выявляется свыше полусотни правонарушений. Мало уделения внимания в образовательных школах, часы изучению правил дорожного движения, безопасному поведению на улицах. Это одно. Второе, немало травм у нас дети получают, ну так скажем, по вине самих родителей этих детей. То есть в автомашинах перевозят, без детского удерживающего устройства, без специальных каких-то устройств, которые пристегивают. 3 декабря Руслану Хасаеву снимают гипс. В апреле будущего года ему предстоит еще одна операция на ногу. Врачи говорят, мальчику придется учиться ходить заново. В причинах аварии водители винят пешеходов, пешеходы, в свою очередь водителей. Замкнутый круг и ни одна сторона не хочет идти на компромисс. Выход, между тем, банально прост. Есть четко установленные правила дорожного движения. И исполнять их нужно не потому, что так написано, а чтобы не прервать или не покалечить чью-то жизнь, тем более детскую. Наталья Булат, Аслан Хандухов, Аслан Карданов, Вести, Кабардино-Балкария.